Всем ассаламу алейкум, дорогие мои подписчики, с вами Хамракулов Муралим, вы на канале Узбом ТВ. Сегодня будет видео в другом формате, будет на русском. Я нашел одному солдата, служил в России и был в спецоперации, которая происходила в Донбассе. Его зовут Вадим Сологубов. Я побеседовал с ним, несколько вопросов задал от себя и вопросы от подписчиков, которые задавали у меня в комментариях в прошлом видосе. К сожалению, некоторые ребята, которые здесь находятся, буквально, может, они не понимают узбекский язык, могут они не понимать. Поэтому я решил сделать все формат международный на русском. Надеюсь, вы поддержите, надеюсь, поставите лайки. Мы никто не хотим войну, мы хотим мирно жить у себя дома. Поэтому я отношусь к этому нейтрально. Я не поддерживаю ни одной из позиций, ни России, ни Украины. Я обычный блогер, который информирует своих зрителей. Поэтому к этому относитесь тоже нейтрально. Если есть свои мнения, пишите в комментариях. Я с ним побеседовал. У меня впечатление осталось очень хорошее. Он две недели служил, две недели был на этой военной учении и потерял ногу. После потери, как он сейчас себя чувствует, чем он занимается, как у него там родные, как у него там друзья. Все это я у него спросил. В итоге получил хороший ответ. Посмотрите, думаю, вам понравится. Кому-то она понадобится, потому что есть ребята, которые хотят туда пойти. Есть ребята, которые избегаются от этой проблем. От проблем никогда не избежись. Я никого там не призываю пойти туда, либо уехать с родины, убежать. У каждого свой выбор. Поберите свою правду и идите за ним. Приятного просмотра. Дорогие друзья, дорогие наши подписчики, дорогие наши зрители. Вот наш герой Вадим. В прошлом видосе мы рассказывали про него. Если не посмотрели, обязательно посмотрите. Добрый день. Вадим, меня слышно? Привет, да. Первый вопрос. Сколько тебе лет? Откуда ты родом? Познакомься. Давай познакомимся поближе. Меня зовут Вадим. Фамилия моя Сологубов. Родом я из города Волгоград. За последние 9 лет я живу в Туле. Мне 28 лет. 28. А сколько тебе было лет, когда ты пошел в армию? 18. У тебя была мечта быть ВДВшником? Ну, ты же ВДВшником. Десантником. Десантником. И воевать, в принципе, на войне. С детства ты мечтал или все пошло спонтанно? У меня отец был десантником. И 18 лет, когда я пошел в армию, я именно рвался в ВДВ, чтобы потом поступить в воздушно-десантное училище. Но с воздушно-десантным училищем немножечко не получилось. И я стал служить по контракту. И вот служил по сей день, служу. Как ты попал в спецоперацию? В спецоперацию я попал так же, как и все. В феврале месяце. Как это произошло? Как это произошло? Позвонили тебе, поехали на спецоперацию или что там? Как это происходило? Нет, нет. Мы готовились к учениям. Все как положено. Как всегда. Так же, как и каждый год. В феврале месяц. Зимний период обучения. И мы поехали, так сказать, на учение. На учение? Да, как и думают все. Но 24 февраля мы пересекли границу. Ты рассказывал про 8 лет войны. Про свое интервью министра обороны. Там видосы. Я там не был. И много моих зрителей тоже. Как ты был там, который служил человек. Можешь рассказать, что там произошло? И что сейчас там происходит все еще? Это же все не рассказки там. Все серьезно же, так? Ну, все началось там в 2014 году. То из-за чего конкретно. Я до сих пор понятия не имею, что там произошло. Но я так понял, что Донецк, Луганск захотели стать независимыми республиками. Ну и правительство Украины им не давало это сделать. Что там конкретно было, я точно не знаю. Ну, ты с февраля поехал на спецоперацию. Какова у них была условия? Ну, допустим, зарплата или военные какие-то подарки или госпомощи, можно сказать. Условия есть для солдатов со стороны государства? Ну, сейчас все по-другому, нежели было тогда. Ну, тогда как было? Можешь рассказать? Или засекреченная информация? Сколько ты получал? Да, сколько ты получал. У тебя контракт было. Смотри, там... Суть вопроса в том, что ты ехал как бы не на спецоперацию применять, что ты ехал на учение. И там что тебя там в денежном эквиваленте ждало, ты и не знал об этом. Ну, ты получал? Ты же не через месяц вернулся, ты там... Сколько месяца провел? Четыре? Я провел там две недели. Две недели? Две недели. Двадцать четвертого. Даже, по-моему, чуть-чуть меньше. Двадцать четвертого я туда заехал, пятого февраля я получил ранение. Пятого февраля? Фу, отставить. Пятого марта. Марта, да. Да, двадцать четвертого февраля я туда заехал, пятого марта я получил ранение. Через две недели ты получил ранение. Так, после ранения, ну, я посмотрел твое видео, и там в описании ты написал, что 5 марта получил ранение. Давай про ранение. Как ты потерял ногу? Две недели все же, как бы, для тебя было как учение, но оказалось это как серьезное, ну, в кавычках, война. Серьезное мероприятие. Да, серьезное мероприятие. Ну, терять-то ногу, это не учение же. Вот, как это происходило для тебя? С момента 24 февраля понятно было всем, что это не учение. Мы туда уже заехали, уже все понимали, что происходит. Двигались так же в колонии, понимаешь, там... У меня внутри ничего не было, там, типа, ё-моё, что здесь происходит, война там, не война там. Что было у тебя внутри тогда? Убивать людей или защищать себя, или как-то выжить? Ну, убивать людей там ни у кого не было, понимаешь, в смысле? Там нам казалось, что мы заедем, выполним там какую-то поставленную задачу, и на этом все закончится, как мы думали. Какая там конкретно задача была, никто-то, в принципе, и не знал, за исключением, там, каких-то вышепоставленных уже офицеров, там, или еще. Я сам по должности связист, я выполнял свою задачу, все, мне там не интересовало. Какая у тебя задача была, связисты, чем они занимаются? Моя задача была обеспечение связи с батальоном. Связь с батальоном. Ты потерял ногу и говоришь, что жгутом сам первую помощь сделал, так? Да. Ты там как не растерялся? Можешь первое ощущение сказать, или уже ты забыл? Есть ребята, которые там кричат, орут, там все такое, потеряют сознание, а ты в этот момент не растерялся, взял жгут и оказал себе первую помощь. Ты представь, какая кровопотеря происходит, когда у тебя отрывается конечность. Ты в голове начинаешь понимать, что если ты сейчас жгут не наложишь, то буквально через несколько минут ты потеряешь только крови, позволяя тебе уже погибнуть. Как там растеряться? У тебя был анафлактический шок в этот момент? Какой шок? Анафлактический, по-моему, или я могу ошибаться. Есть шок, который после ранения у многих людей потеряет много крови из-за шокового состояния, они растеряются, что там что-либо сделать. Не, не было. Хорошо. У меня конкретно, я взял с собой три жгута, у меня был жгут на разгрузке, жгут на автомате, и я точно знал, где он находится, и в этой ситуации я не растерялся. В пятом марте потерял ногу. Как ты дальше справился? Государство выделило тебе компенсацию? Или сам как-то продал что-то, или находил денег, или подписчики помогли? Как ты справляешься с этим потерей? Нет, меня, как положено, эвакуировали сразу в Москву. Там я на протяжении пяти месяцев показывали полное медицинское обследование, лечение, также протезирование, все за счет государства. Поставили хороший протез с искусственным коленом, с которым я хожу, как и все. Ну и, соответственно, компенсация, страховка, все есть, да. Государственная военная компенсация, страховка у тебя имеется? Все как положено. А у тебя сейчас должность, я как слышал, да, ты уже работаешь, но дистанционно, или не работаешь? На данный момент я нахожусь в отпуске. Ну и ты будешь работать? Да, да, да. Сейчас я нахожусь на реабилитации, и после отпуска я буду работать в военном комиссариате ответственным исполнителем. Получил звание прапорщиков. Понял. Ты герой России, который служил две недели. Две недели. Две недели был в войне. Если бы не случилось бы то, что происходило с тобой 5 марта, что бы ты хотел в этом Донбассе, если я не ошибаюсь, ты был в Донбассе, что бы ты хотел изменить на Донбассе? Какова у тебя была личная цель? Ну люди же, ты же сам сказал, что мы поехали не ради того, что там убивать, а там что-то делать, вот у тебя в голове что было? Смотри, по поводу личных целей. Нет никаких личных целей. Есть задача, надо делать. Я служу в воздушно-десантных войсках в боевом батальоне на протяжении 8 лет. У меня, передо мной, на моей должности, у меня стоит конкретная задача, которую я должен выполнять. И куда бы мы ни поехали, и какую бы задачу там кому ни ставили, я всегда выполняю свою задачу. А на какой локации это происходит, мне без разницы. Понял. Есть некоторые мужики или там жители, или граждане Российской Федерации, которые сейчас после мобилизации, после того, как Владимир Владимирович Путер сказал, они хотят как-то убежать со страны, там покупают билеты или выезжают. Есть даже видосы, там ребята массово стоят на границе Казахстана, хотят как-то избегать этот момент. Как ты на это реагируешь? Те ребята даже служили, у них есть военный билет, но они боятся туда поехать. Ну, их право, я думаю, их надо об этом спрашивать. Ну, твое мнение на это. Ой, после того, что там пережил я, я не могу как-то их... Я не хочу тебя провоцировать на что-то там, что конкретика мне нужен, в плане не судить в плане своего мнения. Плохо я к этому отношусь или хорошо? Да. Ну, они правы или нет для тебя? Смотри, это зависит от ситуации каждого, понимаешь? У кого там, допустим, двое детей, понимаешь, жена или какая-то там ответственность, и они не хотят ехать, за это же мы не можем к ним плохо относиться. У них тоже есть свое право там, ну, там, не хотеть ехать туда, понимаешь? У меня также брат есть, у него тоже ребенок, он там пробыл пять месяцев, и сейчас, ну, почему он должен ехать? Видишь? У каждого разные ситуации, кто отслужил, у кого нет никакой ответственности, то... Почему нет? Ты женат? Нет. Нет. Не женат еще? Не женат. Понял. Понял. Смотри, у тебя есть друзья, которые сейчас поехали на Донбасс? Вот прям на этой мобилизации? У тебя друзья? Нет, у меня друзья, у меня друзья, все мои друзья, они поехали со мной. Ну, на этой мобилизации никто не был. Еще тогда. Они сейчас все еще там? Нет. Ну, частично, кто там, кто нет. Потеря есть? Есть. Убитых? Ну, да. Так мы свободно общаемся про таких тем, но иногда из-за того, что ты военный, я-то нет, но какова потерять своих близких на войне, прям на поле? Очень, очень тяжело. Можешь объяснить в словах? Когда это происходит, внутри тебя пустота, когда ты думаешь о них. Тут и объяснять нечего. Что бы ты хотел? Чтобы передать ребятам, молодым ребятам, которые хотят участвовать на этой спецоперации и не хотят участвовать на спецоперации. Я хотел передать и тем, и другим? Да. Ну, ребятам, которые хотят участвовать в спецоперации, я могу им пожелать только удачи. Удачи, терпения. Ребятам, которые не хотят, что мне им желать-то? Ты человек, наверное, после войны так поменялся, либо и ты изначально был таким, или солдатов так воспитывает, что меньше слов, больше дел. Так? Да. Крут. Армия, в принципе, человека делает мужчиной. Это правда? Да. Почему так думаешь? Есть ребята, которые даже не служили, но они же мужики, у них есть дети, там ребёнки, всё такое. Семья полноценная. Зарабатывает хорошо. Ну, я служил. Я военный медик. Я в Питере служил. Смотри, поскольку ты служил, ты прекрасно понимаешь, что армия, она тебя во многих ситуациях научит выкручивается из каких-то сложных ситуаций, найти что-то, что ты бы не смог найти, да, но там тебе придётся найти, и ты это найдёшь. И в связи со всеми этими сложностями ты, если это необходимо, ты станешь настоящим мужчиной. Не все же изначально мужчины, у кого-то не было отца, кто-то воспитывался только матерью и каких-то задатков у него нету. Армия поможет. Понял. Чем ты сейчас занимаешься? В целом, вот у тебя студия, у тебя хороший микрофон, наушник, сидишь в геймстолле, кресле, ты начал стримить. Да. Почему? Смотри, у меня, короче, у меня было несколько интересов до войны, которые я откладывал на завтра всегда, понимаешь? Угу. Угу. Мне нравились стримы, понимаешь, стримить, но я всё время это почему-то откладывал на ополку, понимаешь? Угу. Вот. Также у меня была мечта прыгнуть с Тарзанки, там, в Сочи, понял? Вот эти 207 метров. Тоже я это, ну, как-нибудь потом, как-нибудь потом. Когда вот это сложилось, сложилась вот эта ситуация, я-то в госпитале, когда лежал, я же думал об этом, в голове гонял все эти мысли, и я понял, что всё, чего я хочу, я всё сейчас сделаю. Как только я выписался из госпиталя, первым делом я полетел в Сочи, прыгнул с этой Тарзанки 207 метров, приехал обратно, закупил всё оборудование, думаю, не буду я больше ничего откладывать, короче. Сейчас сделаю всё, да? Да, да. Там, как бы, хотел машину, там, какую-то конкретную, да, но не покупал её, потому что она дорогая, поэтому я покупал чуть подешевле. Непонятно почему, понимаешь? Вот. Купил машину, которую я хотел. Сейчас я стараюсь сделать всё, что я хочу. В основном ты сейчас стримишь на Твиче, не на Ютубе? Нет. Как тебя поддерживает сейчас твоя семья после всё происходящее? Ну, в смысле как? Моя семья находится за тысячи километров от меня? Они не рядом с тобой? Нет. Вся моя семья живёт в Волгограде, я живу в Туле. А почему в Туле переехал? Или это там служба была? Ну, поближе к Москве, служба. Да просто хотел поближе к Москве. Понял. Сама Москва мне не нравится из количества её пробок, людей, но Тула меня более чем устраивает, потому что здесь полтора часа до Москвы доехать. Понял. Вадим, спасибо за приятное интервью. Пару вопросов, то что я задал, я уже получил ответ. Если честно, я бы хотел ещё большего, немного интегриги, как сказать, ты бы хотел сказать про государство немножко, как они хорошо относились к солдатам. вот такие моменты надо. Потому что сейчас многие и многих в голове есть такое впечатление, что я сейчас поеду и просто сдохну. Или это так? Нет. Смотрите, если вы поедете на спецоперацию, то поддержка государства будет от и до. То есть, в случае ранения вас будут потом поддерживать. Если вы, дай бог, не получите никакого ранения, что я всем и желаю, так же вы будете получать денежные удовольствия, там, надбавки, там, удостоверения ветерана боевых действий. Государство даёт всё, что положено. Больше, чем положено, да. Больше, чем положено. То есть, не будет такого, что они туда поедут, там, будут получать, там, зарплату 30 тысяч рублей, и на этом всё закончится. Нет. Понял. Спасибо. Главное, чтобы человек, который туда едет, он сам понимал, зачем он туда едет. Зачем он туда едет, и чтобы это не было так, что его туда просто насильно потащили, и вот он смотрит наше с тобой интервью и слушает это. Нет. Если он сам принял решение ехать, то ему самое хорошее и удача. Надо ехать. Да. Да. Солдатам делать интервью, которое даже в войне было, ну, там, не знаю, 13 лет. Вот и, дорогие друзья, наше интервью закончилось. Думаю, вам понравилось. Если понравилось, обязательно ставьте лайки, подпишитесь на наш канал. Следующий видос, к сожалению, будет на русском, потому что моя аудитория, она полностью, полноценна на узбекском. Те ребята, которые смотрят меня и интересуются на мою жизнь, подпишитесь на мой инстаграм. Всем спасибо. Пока.